Ну, сначала, наверное, должен объяснить, что такое МИКВА, для тех, кто не знает. Замужняя женщина, все время, пока по возрасту у нее имеются месячные циклы, взрослые люди знают, о чем мы говорим, должна прекратить отношения с мужем в самом начале цикла, когда кровь появилась, я не вхожу в детали, не важно здесь, и потом, когда нужно следить за собой, когда кровь прекращается, всего это должно быть 5 дней, если больше, значит больше, но не меньше 5 дней, эта часть считается. Потом еще 7 дней, так называемых, чистых, когда никаких проявлений нету, их тоже нужно отсчитать и, как говорится, проследить как следует, и после этого женщина идет в МИКВА, это такой бассейн, в техническом виде, как небольшой бассейн, действительно. С чистой водой, из крана, но этот бассейн, он не совсем простой. Вода из крана, конечно, но в нем, в одной из стенок, есть отверстие, и рядом с этим бассейном есть другой бассейн, в котором вода постоянная, в то время, пока это держится постоянно, потом можно опять заменить, но она уже небесная. Это либо дождевая вода, либо из ключа идет, либо из реки, тоже не просто, нельзя ведрами набрать или по трубе провести, это целая наука, как дойдут до этого вместилища воды, которое называется бор на иврите, то есть яма такая. Но так иначе, в этом бор вода находится только небесная. Повторяю, или дождь, снег, снег упал, или ключ, который из земли идет, водяной ключ, или река, тоже нужно проверить, что и как, или из моря, тоже надо проверить. Это входит в этот бор, и дальше, значит, ванная, где чистая вода из крана, вот там есть отверстие, и в этом месте соприкасается вода в ванной с водой в этом бор. Когда не нужно, затыкается, чтобы не надо, чтобы все время было, но перед тем, как женщина тогда войдет, или с утра, или так, иначе это открывается, и тогда вода в этом бассейне, которая крановая вода, чистая и хорошая, она приобретает духовные качества небесной воды. Вот туда нужно и окунуться полностью, войти целиком, в детали опять не вхожу, что и как, но окунуться, и дальше надо знать, что делать и как делать. После этого женщина становится после небесной воды духовно чистая. Мы говорим только о духовности здесь. И может быть вместе с мужем. Вот такая схема, такая работа каждый месяц. Все время, пока есть месячные. Когда все с возрастом, они заканчиваются. Или когда женщина, скажем, беременна, тоже нет месячных. Иногда и после родов тоже, если она кормит, то тоже нет месячных. Но кроме вот этих моментов, они есть, как правило. И вот нужно соблюдать эти законы, детали. У нас целый трактат Талмуда на эту тему и другие есть места. И в Шелхан-Арухе очень много. Это не наша задача это обсуждать. Теперь вопрос. Так вот есть женщина-еврейка, которая... Тут написано муж не еврей. Я абстрагируюсь от этого. В принципе, не может быть еврейской семьи, где жена еврейка, а муж не еврей. Или наоборот, муж еврей, а жена не еврейка. Но я абстрагируюсь. Народ называет, что это семья. Мы здесь не обсуждаем ничего такого. Фактически есть женщина-еврейка, и она живет с человеком, который не еврей. В быту это называется муж. Нет проблем с этим. В нашем рассуждении, потому что наша проблема, нужно ли ей ходить в миг или нет, по тем правилам, которые я только что рассказал. Ответ такой. Нет, она не обязана ходить. Потому что она не живет в рамках еврейской жизни. Но, и не важно, даже если может она соблюдает кашрут, соблюдает шаббат. Все равно, пока он не сделал ги-юр, это не еврейская семья. Вопрос о переходном периоде, который вы тут, автор, написал. Это переходный период. Так вот написано, я только знаю то, что написано. Как говорится, начало духовного пути. Значит, есть этот путь. Путь в сторону еврейства. И тогда нет обязанности, пока ги-юра нету. Но разрешение есть, можно. Женщина может ходить в миг, по всем правилам, которые еврейская женщина ходит, еврейской семье. Может ходить. Плюс от этого она натренируется, он натренируется, оба они лучше поймут, о чем идет речь, как говорится. И поэтому разрешение есть. Но, есть но тоже. Нельзя рекламировать это. Это не может быть частью заявленной жизни вот у нас еврейская семья. Пока не будет ги-юр, не называется еврейская семья. То есть, все нужно делать, как говорится, без рекламы, тихо, и не объявляя, и никого не обучая, и никого не получая, и не говорить другим женщинам в таком положении, и должна ходить в миг. Нет. Вопрос задан, я дал на него ответ. Я даже очень много размышлял, прежде чем дал этот ответ, и проконсультировался в Иерусалиме с одним из наибольших, ну, значимых, таких знатоков законов, законов семейной жизни и тому подобное. Торо с ним проконсультировался, прежде чем вот это сказать. Потому что здесь нюансы. Это не просто все так. Нельзя сказать надо, потому что не надо. Нельзя сказать запрещено, потому что не запрещено. Нельзя сказать можно, потому что это заявление, и, может быть, и нельзя сказать, что можно. Но в целом, в рамках моих дискуссий с ним, мы пришли к такому выводу, что такой ответ можно дать, и рассказать, и сказать. И опять же, в каждом случае, индивидуально, но в целом вывод такой, можно. И даже вопрос задан правильно. Тут, например, написано, сколько я помню, да. А нет, написано, нужно ли женщине ходить в мир. Нет. Или не имеет смысла. Не то и не то. Нельзя сказать, что нужно, а нужно сказать, что можно. Имеет ли смысл? Не имеет. Нет. Имеет смысл и можно. Но не больше того. Нет ни обязанностей, ни запрета. Всего доброго. До свидания.